Дружище поставь лайк и напиши плюсик в комментариях с 2 секунды, и если тебе срочно еще нужно три месяца каникул Ребята всем привет и мы продолжаем играть в BreakRix. Ребята у нас сегодня будет очень крутое видео, а именно идея от вас, от подписчиков Многие ребята написали именно вот эту вот идейку в комментариях, и вот эти вот комментарии с этой идейкой набрали много много лайков Вот реально было очень очень много комментариев, вот я прям листал 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 и через каждой третий комментарий была почему-то вот... вот идейка значит вам вот эта вот тема интересная и сегодня принципе из этого решил записать так что ребята давайте наберем одну тысячу лайков хотя бы да давайте один к лайков дерзайте ставьте лайки подписывайтесь жмите на колокольчик и идейка следующая что будет если стрелять из бм-13 катюша по самым-самым мощным лего танком брик рикс то есть речь идет о лего к в 6 олега рад и возможно о маусе ну и другим реально мощным танчиком давайте начнем реально с этих мутантов супер танков да я их называю мутантами так к в 6 многобашенный супер-пупер крутой танк личный танк сталина секретное оружие сталина многобашенный такой вот монстр просто потом я заспавню лего рад и возможно также возьму мауса да принципе я думаю можно маус тоже достаточно интересная популярная такая вот машина очень-очень мощная крепкая там 200 сколько чем-то миллиметров брони по корпусу да там по бортам во лбу там реально очень-очень короче мощное бронирование брик рикс и принципе тоже эти танки достаточно такие вот мощные бронирование и также ребят давайте мы потом будем возможно несколько этих танчиков заспавнивать и в конце я сделаю еще небольшой эксперимент в этом видосе я запомню что где-то 5-7 танчиков возможно даже 10 небольших таких знаете каких-нибудь панциров до четвертых третьих там ну короче разных и мы шмальнем по ним залпом из катюши кстати у нас сегодня ребят будет не одна катюша сразу же 2 будут этот катюшу видели у меня в роликах а вот это вот вы катюша наверное заметили у меня на превью ну кто не знает что такое превью это картинка видосика да вот вы заходите на канал или вы там где-нибудь его находите на ютубчике и вот картинка видосика вы наверное видели то что я вот это вот именно катюшу ставил на превьюшку так что я решил последствия из одной из более популярной до с более мощной но из этой тоже в чем же принципе различия посмотрите тут всего правда три ракеты но они здоровые у вас смотрите они реально охренеть какие здоровые здесь их очень очень много но они же поменьше не знаю какая мощнее давайте принципе это сегодня и выясним короче ребята ставьте лайки еще раз я попрошу вас лайки давайте наберем одну тысячу лайков и я еще запишу много много интересных роликов с катюшей также есть идейка записать с мортирой карл с дорой гаубица здорово сколько там 800 миллиметров или даже больше мортира карл это 600 миллиметров тоже такая огромная бандура ну короче ребята пишите кстати дикий своих комментариях еще обязательно что-нибудь интересное мы запишем всевозможной военной техникой советской американской немецкой ну и так далее кстати давайте из вот этой да хотя наверное давайте все таки с новенькой я хочу посмотреть на что там новенькая способна ребят правда с этой катюши надо будет уже вручную все запускать здесь не все так автоматически но все-таки всего три ракеты как бы да мы значит ребят что дело мы такие берем наводим ее вот так получше об она и запускаем нашу ракету она летит посмотрите давай побыстрее ага тут ребят кстати еще бывает то что ракеты застрию да 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 бывает и такое так не взорвется ли ракета прямо сейчас здесь мне интересно куда она вообще полетела то ё-моё куда ты ракета улетел еще в город куда-то полетит ё-моё лад давайте сут это еще разочек стрельнем так вот это уже нормально вроде должна полететь так ребята ну давайте сейчас посмотрим что же будет вроде посмотрите реально насколько это ракета больше тех это наверно сразу тут три или четыре ракеты в одной ну и какие же будут повреждению к и вышечки нифига себе вы это видели нифига себе ребят взрыв вы посмотрите кого реально просто разорвало он загорелся и просто этот борт весь очень очень серьезно повредила кстати там чё значит были за повреждения оторвало катки полностью гусеница естественно слетела там и тоже разбила и ребята возник пожар не знаю из-за чего этот пожар произошел но видимо либо из-за взрыва ракеты либо что-то сейчас там в кв забыл убрать давайте сейчас я посмотрю может я реально что-то в кв забыл просто убрать час ребят я проверю и еще разочек давайте-ка стрельнем навернячка поехали нет ребята ничего взрывоопасного не было в кв я все проверил там вообще нету взрывчатки тупо корпус башни пушки ну а чтобы что-то именно взрывалась именно так вот жестко ничего в принципе нету видимо такая все-таки мощная именно ракета у нас так ребятурки давайте-ка еще разочек мы стрельнем ё-моё не туда нажал не эту кнопку ребят бывает так ё-моё куда ракета полетела да что такое ты будешь делать очень сложно с этой катюша ребят стрелять почему-то иногда ракеты мне застреют о а теперь идеально давайте посмотрим что же будет так вот ракетка летит у нас она кстати как-то наклонилась немножко но ничего страшного да ё-моё взорвалась она все-таки не получается и вы видите очень какая-то странная катюша реальностью достаточно сложно как-то стрелять как по мне вот вот теперь вроде нормально ровненько летит сейчас проскользит по полу по дороге или взорвется а ну-ка не взрывайся нет мне не взорвалась роде сейчас сейчас ребят подождите она он затормозила посмотрите совсем другую сторону прям в нас полетела ё-моё что за катюшами и какие-то китайцы пом делали о ровное попадание ребят будет вы видите какая катюша то есть я ничего тут не монтирую специально чтобы вам показать что это за катюша такая реальности очень сложно стрелять но если попадаешь вы видите башки вот эту вообще оторвало тут пробитие прям реально жесткое пробитие посмотрите получается вот эта часть вообще отлетела до теперь у нас здесь дырка задняя часть отлетела кормовая короче гусеницы тут вообще послетали катки по разрывались ребят реально жесткое было попадание окей неплохо неплохо окей давайте теперь ребят с этой мы катюши стрельнем с более популярны до которую я вам уже не один раз показывал сейчас я быстренько кв-шечку нашу переспавню и мы продолжим учу ребята вы готовы я в принципе готов давайте мы сейчас и стрельнем кстати тут есть прицел и не знал что здесь есть прицел ладно мы так будем на скидочку стрелять думаю так вот самый раз все пошли ракеты в к в очень много ракет вы посмотрите сколько их там очень очень много то есть тут всего их 3 а тут их штук 20 а то и наверное больше ее моим уже попали прям в башню кстати от одной уже ракеты и какие повреждения да реально серьезно тем временем у нас еще он ракеты летят 1 мимо пролетает 1 по получитом она вообще застряла понятно вот сейчас вот эти ребят попадут обязательно ракеты ребят сейчас попадут смотрите смотрите вот летит целых две ракетки не но это посерьезнее уже и тем более очень большой залп такой так это вы видели не пробить и что ли было ли что это сейчас было ё-моё мы в город там попали хорошо неплохо кстати у нас даже он еще ракеты остались а сейчас будет ровно попадание смотрите ё-моё ну кстати опять не пробили жесткая к в до жесткий танчик еще еще летит оу красиво мы уже попадаем вы видите по деталям к в из этого особо как бы не повреждаемого хотя вот сейчас залетела еще капец нет здесь конечно ребят намного круче и повреждения тем более кстати да так не особо уж и загорелся так сильно вы видите то есть есть повреждения уничтожили полностью танк вывели вы из строя разбили и наша техника после этого здесь может спокойно проехать не повредиться не загореться и это принципе хорошо после а вот это же катюш вы видели там все было в огне и вы знаете то что если ты в огонь заедешь то даже на танке хоть на броне все равно ты загоришься это принципе ребят брик рикс окей теперь давайте мы сейчас возьмем рата и его обстреляем поехали также давайте наш рата обстреляем в борт потому что здесь борту реально жесткая защита здесь во первых идет сначала экран потом небольшое расстояние до основной брони и броня вы видите многослойная вы видите вот смотрите вот у нас двигатель ну то есть боевое отделение грубо говоря вот наша сидушка и вот все слои брони 1 2 он достаточно он двойной даже смотрите он достаточно толстый 2 3 его 3 идет 4 и потом 5 4 слой основной брони плюс экран и все это очень толстая и стали наверное но это не точно не вроде то ребят не станет остались только давайте в принципе проверим почему бы ребята это дело и не проверить возможно что-то похожее на сталь до ребят это сталь то есть это будет реально все жестко кстати кого тоже у нас было стали вообще он изначально не из стали но я его сделал именно из стали чтобы он максимально был защищенным вы видели какие повреждения у кого теперь давайте мы посмотрим что же сделает наша катюша суд этим утратом ну чё то уже это не стой не взрывайся ракета да ё-моё ты шо ровно вы вы серьезно если так все бы ракеты вылетали о полетела родная о мы должны ребят попасть вроде попадем наверное это не точно при на взрывается зашибись предлагаю так слегка приподнять наши ракеты в огонь вот они тогда почему-то лучше вылетают не знаю почему но реально ребята это все так работает а вот эта ракета хорошо вроде летит так сейчас будет ребят попадание готовимся раз два три серьезно но повреждения реально минимальные максимум из то что наш рад и загорелся и все в принципе только пожар единственное сейчас что с ним произошло давайте сразу же ребята две ракеты мы запустим в не знаю не долетят до цели прямо вместе или нет или сейчас как они взорвется но вроде должны вот это кстати может взорваться как-то она уж слишком ударилась хотя и вот это тоже ну вроде летят летят поднище сейчас посмотрите ё-моё но броня очень жесткая три ракеты почти в одну точку ребят залетели не рада спокойно выдержал ребят эти попадания вы посмотрите вот повреждения но их почти нету это там уже идут разрушение из-за пожара увидите ничего не берет наш рад и окей давайте теперь ребят 100 этой мы катюша расстреляем так прицелимся даже огонь высоко взял высоко вот вот эти сейчас ракеты ровно попадут куда надо вот первое попадание пушку мы ребят попали вы ведь ему пушку оторвали так но стреляйте стрелять чего вы так медленно стреляете того летит еще одна родимая ракетка так надо вот туда куда стрелять в заднюю более часть серединку вот еще ребят одно попадание пробить и особого не было еще одно броня выдерживает да вот здесь вот уже есть небольшое совсем пробитие ну такое как это не пробить это просто броня потихоньку меньше становится да не ребят что-то наши ракеты ой какой залп хотел только сказать плохо кто вылетают идут просто жесточайший зал вылетает вы посмотрите ё-моё сколько там ракет вы посмотрите сколько ракет сразу же одновременно попадают в наш раты ну ему грубо говоря пофиг вы посмотрите реально ему пофиг жесть мы даже не пробили экран вы понимаете черт по броне туда уже вы видите немного броня тут начинает распадаться откалываться но в принципе все достаточно хорошо с раты реально классный танчик мне очень нравится здесь есть небольшое пробитие борта башки но вы видите здесь башки она реально очень слабо это самое слабое место в раты она буквально однослойная вообще особо ну даже ничего не укреплено немножко есть маска да это она тоже разлетелась мы кстати ребят попали в одну из пушек и пушка куда-то улетела так уран там улетела до колеса по отлетали есть и к небольшие такие пробития да но принципе с раты все очень очень даже хорошо предлагаю сейчас еще один давайте залпик мы дадим из этой снова катюши нет 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 давайте не из этой в принципе с это все понятно на тупо один огонь ребята давайте мы сейчас еще один залпик дадим из вот это уже катюши снова только уже именно куда надо ё-моё вот летят ракетки снова в борт башни давайте залетайте пониже летите вот 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 летят летят родимые хорошо летят вот сейчас будет попадание возможно не рядышком рядышком а ну-ка если мы в крышу попадем что будет не интересно вот еще ракета летит ну кстати да более менее нет это не в крышу там в борт снова башни вот как раз как надо смотрите неплохо 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 главное чтобы они сейчас там не врезались детали но видим они все-таки врежутся так о попадание еще одно попадание вот затем мы прям в крышу ребят попали вы посмотрите неплохо неплохо но он уже загорелся видимо нет а ну вот есть пробить из посмотрите ну кстати нет это не такую что и серьезное пробить его посмотрите ё-моё мы снова сюда попадаем понимаете два залпа очень очень мощных с катюши мы выдерживаем спокойно на этом рад то что еще надо то еще одно попадание давайте осмотрим ребят повреждения повреждения конечно же есть даже уже пожар тут начался но это все и ребята из-за ракет а ну нет мы по ходу двигатель все-таки взорвали да 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 так мы быстрее пока там все не сгорело смотрим чё по броне пробитие вот конечно же есть очень много мы выбили слоев брони вот даже есть реально сплошное пробитие но я имею ввиду все бронес бронелисты да мы пробили на вылет конечно же здесь и близко ничего нету этот борт вообще целенький полностью но ребята реально достаточно мы серьезно рад и повредили с целых двух залпов можно даже сказать мы его уничтожили мы оторвали одну заднюю башню вот этот саму основную башню очень сильно повредили ну и там принципе пожар ну и все очень очень плохо окей теперь давайте мы сейчас по маусу стрельнем ну и небольшой экспериментик будет в конце поехали давайте ребята буквально по одному залпику по маусу я думаю принципе так все с ним понятно его разорвет просто на части на кусочки так ну и придется даже поближе подъехать потому что он достаточно маленький по сравнению с кв-6 и конечно же срата он ниже ими и меньше рад но в несколько можно сказать десятков конечно раз в раз в 5-7 это наибольше так окей ну огонь вот зашибись летит прям ракета вы посмотрите думал одной ракеты хватит тут сейчас его настолько сильно разорвет там вот просто будет минус танк сразу минус пол корпуса ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой даже не минус пол корпуса минус просто весь корпус вы посмотрите одна ракета по маусу понимаете маус но именно вот в реальной жизни это для второй миров войны то очень мощный танк его по сути как бы не существовало он существовал до стоял там да и там было два прототипа и все их захватили да и все один подорвали другой увезли в итоге в кубинку и все здесь же ребята как бы одна ракета его разрывает настолько жестко что же будет тогда вот к чему я клоню до принципе зачем это говорю что же будет с другими танками какими там панцерами обычными небольшими как бы дома ус от панцеров брик риксе отличается принципе только названием это что это мауса то panzer 4 нами виду panzer я называю panzer 4 такой самый стандартный танк для вермахта для германии вот название чистое различие в названии там форме да ну и типа как бы мы думаем то что маус лучше pz4 в брик риксе но как бы это не так это по сути два одинаковых танка возможно же pz4 и лучше его я точно не знаю именно в брик риксе в реальной жизни конечно же это два разных танка маус в 500 раз мощнее пазика четвертого окей давай теперь мы ребят с этой катюши залпик сделаем давайте так вот пониже берем и стреляем сейчас наверное от одной ракеты там уже что-то будет нереальное а то от целого залпа вот попадание нет повезло увидели капец по лобовой детали проскользила ребят это реально было жестко учета кстати ракеты как-то летят как-то сильно высоко ниже летите или нам придется немножко подальше отъехать ё-моё понимать одна ракетка небольшая ракетка вот еще влетела там одна просто на воздух он взлетает ребята давайте теперь толпу танков заспавлю разных и пазиков третьих и четвертых ну короче каких только я найду и советских и немецких возможно же американских в принципе поехали у нас есть ребята королевский тигр два панцира четвертых два панцира третьих и пантера давайте мы сначала стрельнем с от этой катюши век наводимся думаю так вот нормально пли так я сразу же стреляю ребят со всех ракет хочу чтобы именно сразу же три ракеты попала так не в одну точку не в одну а летит 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 сейчас будет ребят первое попадание я думаю это ракета сразу же заденет не один танк что-то там в на правда как-то криво долетит до минус 1 ракета хотя подождите подождите чего-то там она еще летит может даже сейчас еще не попадет попадет да 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 е-мое ребята видели в это видели в один там попадает во второй танк попадает и в итоге сразу же уже по сути минус все танки кроме пантеры одетом 3 кстати ракеты или они сразу же две вместе попали не вон она пролетела ребят да не ли это не ракета ну ребят это реально было жестко вы видели капец вы посмотрите даже что с тигром королевским вы посмотрите чё там его реально разорвало эти тем более танки поразрывала кстати пантере повезло еще пазик как бы достаточно тоже серьезно за дело но конечно же не как вот эти танчики но пантеру вообще особо даже не за дело окей давайте-ка по пантере залп мне принципе интересно посмотреть что там будет с пантера именно чё с этими ракетами вы посмотрите ё-моё они там как-то прыгают что-то так вот наводимся нормально думаю плит вот вроде повылетали нет ребят только одна вылетела но кстати она летит более-менее ровно ну почти да почти почти да уж но и установочка вот посмотрите идеально просто идеально туманной ракеты нам как раз хватит добить это все дело вай попадая ровно-ровно попадай сейчас наверное на осколках она может ребят взорваться хотя нет ровно куда надо ё-моё панцир этот вообще уже разорвало до конца кстати эти танки тоже начали за этого подлетать вы понимаете какой жесткий взрыв ну и пантеру тоже достаточно серьезно ребят за дело хоть как бы у пантеры нету пробития но достаточно серьезные повреждения хотя подождите может даже есть небольшое пробитие не вроде все-таки нету что-то там конечно да броню задела побила но вроде более-менее такие ребята давайте последний сейчас мы залп дадим из вот это уже катюши 2 поехали теперь ребята я так вот наши панциры поставил давайте-ка мы теперь вот так вот по ним стрельнем типа у нас будут сначала самые самые мощные танчики до пантера и тигр а потом у нас будут помельче танки так вот так вот в разные разные точки мы ребят стреляем вылетать сюда в разные стороны ракетки ну кстати мы пока что еще не попали вот сейчас попадем не было взрыву серьезно капец повезло да этому панциру четвертому очень сильно ребят повезло так сейчас будет попадание слова не было а сейчас будет попадание ё-моё да было было бы нам посмотрите у просто разорвало этот третий пазик тигра тоже разрывает да уж здесь тигр это не самый защищенный ребят танчик пантера чё с пантерой вроде пока что все нормально так стреляем давай-давай что-то мы еще он попали в этого что ли мы попали да нет вроде ё-моё вот это взрывы конечно летят ракеты вот летят летят куда они там попадут осколки 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 только ребят неплохо неплохо так быстренько переспавниваемся давайте ка сейчас еще один залпик дадим пока что нас целый чё ну пазик сейчас это догорит пантера целая третий пазик и 4 тут конечно их уже немного осколками побила но они вроде более-менее целая так сюда поворачиваем наше орудие и даем полный залп куда надо пониже пониже да вот все зашибись летят конечно не кривенько эти ракеты но вроде должны они все-таки попасть сейчас все-таки да в этот пазик они попадут наконец-то ё-моё и пантеру ребят разрывает вы посмотрите у третий пазик вообще полностью разорвал он кстати наша четверочка еще держится ну почти да ё-моё что творится капец еще одно попадание по пантере но ребят вы видите танки реально не сдерживают такие попадания вот еще четвертый пазик хоть как-то что там выдержал но он горит уже полыхает весь он сейчас просто догорит ладно ребята при этом все вот такой вот на сегодня видосик получился лего катюши против всевозможных лего танков брик рикс особенно самых самых мощных лего рад или как его 6 мауса лего мауса панцеров четвертых третьих пантер даже против королевского тигра тоже очень-очень мощный танчик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки давайте ребята наберем одну тысячу лайков я еще обязательно буду такие всевозможные военные эксперименты записывать брик рик всем пока бака бака